Здравствуйте! Спасибо, что остаетесь на телеканале Интекс. Эфир продолжает программа «Гость в студии». С 24 по 26 мая в городе пройдет «Барановичская весна». О программе праздника и не только мы сегодня поговорим с начальником отдела культуры городского исполнительного комитета Геннадием Чернявским. Здравствуйте, Геннадий Эдуардович. Геннадий Эдуардович, в этом году все основные мероприятия будут проходить на площади Ленина и в парке «30 лет ВКСМ». Скажите, что ждет гостей и жителей нашего города и почему праздник переехал со стадиона «Локомотив» на площадь? Добрый день, уважаемые горожане. Да, в этом году мы, согласно решению Барановского городского исполнительного комитета, праздник наш города будем проводить на нашей центральной площади Ленина, на которой будет установлена наша центральная городская площадка, где будут проходить основные массовые мероприятия. Праздник города начнется 24 числа в 19.00 на центральной площади. В праздник мероприятия будут принимать участие все наши творческие коллективы, коллективы общеобразовательных школ. Впервые в рамках праздника города мы запланировали в 12 часов торжественная показательная регистрация законного брака «Поезд «Счастливая семейная жизнь», который пройдет в музее Барановского отделения Белорусской жилы за дороги. Это мероприятие будет также продолжено на второй день для семей, которые прожили совместно около 50 лет. Это на острове Влюбленных. Концертной программой мы не заканчиваем свой первый день открытия нашего праздника города. Наши горожане смогут поприсутствовать и увидеть праздничный фейерверк, который начнется в 11.00. После этого, по желанию нашей молодежи, на центральной площади будет организована большая праздничная дискотека. Чем порадует второй день праздника? 25 мая в нашем городе будет проведен второй открытый фестиваль белорусской песни «Барановичский фест». На это мероприятие мы приглашаем все лучшие коллективы, как нашего города, примут участие. Также приедет 10 коллективов с Брестской области, с Минской области, с Гомельской области. Также мы ожидаем приезда наших гостей с Республики Польши. Около 30 любителей фольклора приедут с нашего города по Братимам, где покажут свое польское народное искусство. Весь Барановский фест начнет свои действия с шествием по городу от магазина «Сапфир» до центральной площадки, которая тоже будет расположена на той же центральной площадке, на площади Ленина, где в 12 часов начнется праздничное мероприятие. Каждый коллектив художественной самодеятельности покажет свою программу около 30 минут. В конце всего мероприятия будут каждому вручены дипломы за участие в Барановском фесте и подведены итоги, и будут вызваны лучшие творческие коллективы. В парке культуры и отдыха имени 30-летия в ЛКСМ на центральной сценической площадке состоится праздничное концерт. В 13.00 концертная программа с участием творческих коллективов детских школ искусств. В 15.00 начнется программа «Дети. Наше будущее». Концертная программа с участием творческих коллективов общеобразовательных школ города Дворца детского творчества. В 18.00 концертная программа «Образцового духового оркестра» детской музыкальной школы искусств номер 1 под управлением Владимира Станевича. Также в парке культуры и отдыха в это время будет работать город мастеров, которые со всей Белоруссии мастера приедут и покажут свои народные искусства, которые они делают своими руками. Как долго готовился отдел культуры к этому празднику и художественные коллективы? Все творческие коллективы в течение года готовятся к этому большому праздничному мероприятию. Поэтому это как бы отчет наших творческих коллективов, которые именно свое мастерство и свой профессионализм покажут на этих сценических площадках. Вы сказали, что отдел культуры и коллективы художественной самодеятельности в течение года готовятся. А вот кого бы вы выделили? Мы не будем раскрывать секрет, кто станет человеком года в этом году, но вот самые лучшие коллективы. Конечно, у нас все коллективы хорошие, все их знают не только в нашем городе, но и за пределами нашей республики. Но это основные коллективы, это Домов культуры, это Дома культуры текстильщиков и Догородского Дома культуры. Это, конечно, в концертном программе, который будет проходить в 20.00 на центральной площадке, это коллективы, заслуженный коллектив Республики Беларусь, фиеста, ансамбль народной музыки, фест, также солисты и вокалисты студии «Меридиан», коллективы Домов культуры текстильщиков, Народный ансамбль танца «Юность» в Дома культуры текстильщиков, также будут принимать участие коллективы с общеобразовательных школ города. Расскажите, пожалуйста, где жители нашего города и горожане смогут увидеть программу праздника? То есть, все наверняка они сейчас не запомнят, а вот посмотреть, что можно посетить, что посмотреть и где вы увидите, в какое время? Наши горожане смогут полностью всю информацию про праздник города узнать на рекламных стендах, в рекламных объявлениях, где будут развешены наши афиши, где будут размещены все праздничные мероприятия. Геннадий Эдуардович, и все же хотелось бы узнать, почему в этом году праздник перенесли со стадиона «Локомотив» на площадь Ленинска? Так, стадион помещает большое количество людей, и сценическая площадка находится практически у нас в центре футбольного поля. Многим из зрителей не было видно достаточно четко тех людей и артистов, которые находились именно на этой площадке. Поэтому, по желанию жителей, мы все это перенесли на площадь Ленина, где-то будет все очень близко находиться, и все наши горожане смогут хорошо и четко видеть настоящий праздник. Как много человек задействовано в культуре нашего города? Наверное, я не ошибусь и скажу, что город Баранович входит в восьмерку крупнейших промышленных и культурных центров нашей республики. Структура учреждений культуры насчитывает на сегодня около 10 структурных подразделений. Это Дом культуры, текстильщиков, городской Дом культуры, центральная библиотека, шесть ее филиалов, кинотеатр «Октябрь», духовой концернный оркестр, школы искусств у нас шесть. Это три музыкальные школы, хореографическая, художественная и хоровая школа. Вообще, в учреждениях культуры задействовано большое количество человек, даже так сразу-сразу не скажешь. В школах искусств занимается более 2000 учащихся, как я сказал, в шести школах. В творческих коллективах Домов культуры около 2000 – это взрослых и детей, которые занимаются в кружках художественной самодейственности. Также у нас еще творческие клубы, в которых занимаются люди пожилого возраста, которых тоже привлекаем, также участвуют в разных массовых мероприятиях. Работники культуры всегда устраивают людям праздник. В жизни люди культуры всегда позитивны? Ну, я думаю, что те люди, которые будут в культуре, они всегда позитивны и активны, всегда принимают хорошо и умеют отдыхать, и хорошо умеют работать. Геннадий Эдуардович, а с чего началась у Вас карьера, скажем так, в отделе культуры? Вы знаете, я закончил Минский университет культуры, хореографическое отделение, поэтому, когда в город вернулся, пошел по столкам своего отца. И по моей инициативе был в городе Баранович и открытая хореографическая школа, которая сначала базировалась на базе Дома мультикультуры техсильщиков, арендовали там помещение, а потом мы получили замечательное здание по Бараново-17, бывший детский сад номер 28, который после реконструкции превратился в прекрасную хореографическую школу. Сегодня там занимается около 200 детей, которые показывают свое мастерство. Буквально недавно приехали они с города Пинска, где заняли первое место среди школы искусства, поэтому я рад и горд за эту школу, что именно под моим началом начиналось и продолжают свою творческую деятельность. Затем работа в городском Доме культуры директором, которая тоже дала много опыта, как работе с людьми, работе с коллективами, а потом уже назначен был начальником отдела культуры. Я думаю, что тот опыт работы, который прошел я в культуре, это уже более 18 лет, дали себе знать. Я думаю, что я справляюсь с этой обязанностью. Ваши дети пошли по вашим стопам? Они в культуре или выбрали другое направление профессиональной жизни? Старший сын учится и заканчивает второй курс по НТУ, по профессии промышленная теплоэнергетика. Но с танцами, с народной музыкой он все равно дружит. И при коллективе, который создан при университете, он занимается и является одним из солистов этого коллектива. Младший сын еще маленький, ему 10 лет, он учится в гимназии. Приобщается к музыке. Вы знаете, он футболист, больше футболист почему-то. Любит музыку, танцевать, ну, частного направления, техно-рейф, техно-рейф. То есть, как бы, трудно сейчас молодежь, это проблема не только, как говорится, моя, моего сына. Это проблема всей нашей молодежи, что как-то они сейчас больше любят современную музыку. И как бы к нашей белорусскому искусству приходится их притягивать, чтобы показать историю наших отцов и наших дедов, которые учились вот именно нашей белорусской народной музыке, белорусскому народному фольклору. В завершение нашей программы расскажите о планах отдела культуры и коллективов нашего города на ближайшее будущее в этом году. В этом году наши творческие коллективы, вот сейчас буквально на следующей неделе, после окончания праздника города, наш заслуженный коллектив «Фиеста» выезжает в Болгарию тоже на международный фестиваль. Также планируется хореографическая школа, тоже выезжает за пределы нашей республики на фестивали, где будут показывать также свое мастерство. Ну и конечно же мы начинаем уже буквально в сентябре месяце готовиться к нашему большому празднику «Белорусские фанфары», который пройдет на следующий год. Это праздник духовой музыки. Это международный проект, поэтому на этом мероприятии будет присутствовать не менее пяти стран. Ну это, наверное, как всегда мы будем приглашать наших друзей с городов побратимов, это с России, с Литвой, с Латвии, Украина, ну и, наверное, Польша и, конечно, наши коллективы. Работа ведется, Василий Прадун уже заявки направил, потому что эта работа очень серьезная. Каждый коллектив должен выполнить программу определенную, выучить определенное музыкальное произведение, для того чтобы участвовать в конкурсе. И на следующий год будем планировать, конечно, уже проведение этого мероприятия на стадионе «Локомотив», потому что это масштабное мероприятие, чтобы зрители уже видели все коллективы, поэтому будем планировать на следующий год на стадионе «Локомотив». Спасибо, Геннадий Эдуардович, что пришли к нам в студию. Я напоминаю, сегодня у нас в гостях был начальник отдела культуры городского исполнительного комитета Геннадий Чернявский. Всего вам самого доброго, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok